Друзья, всем привет! Сегодня у нас на тесте ручной пылесос от компании Jimmi, модель JV65. Мне такой форм-фактор пылесосов нравится давно. Считаю, что проводные уже уходят в прошлое, и современные ручные вполне могут полностью заменить их. Да, они не такие мощные, работают от одной зарядки обычно не более получаса, но для стандартной квартиры такой вариант подходит более чем. Давайте посмотрим, насколько хорош пылесос от Jimmi, какие сильные и слабые стороны имеет. Ну а с вас, как всегда, мнение в комментариях и подписка на канал. Комплект поставки JV65 очень хорош. В коробке вы найдете сам пылесос, удлинительную трубку, основную щетку и дополнительный валик к ней, турбощетку для мебели, насадку для влажной уборки, гибкий удлинитель, пластиковое колено, три дополнительные щелевые насадки, крепеж на стену и блок питания. Ну и инструкция на русском тоже в наличии. Даже затрудняюсь подумать, чем еще можно было дополнить комплект. Внешний вид пылесоса слегка необычный. Он продолговатой формы. Корпус из темно-серого пластика. Трубка ярко-красного цвета. И в совокупности смотрится он весьма неплохо. Форма ручки слегка непривычна, но удобна. Пылесборник продолговатой формы. Для снятия нажимайте кнопку на торце цилиндра и вынимаете весь блок. Внутри циклонный фильтр, затем промежуточный поролоновый, сверху же хепофильтр. Заявлено, что пылесос задерживает 99,97% частиц пыли. Хепофильтр с металлической ручкой. Беретесь за нее, достаете фильтр и можно опустошать контейнер. У пылесборника нет откидной крышки, но если честно, при таком способе с пылью контактируешь гораздо больше. А тут просто достаешь хепофильтр за ручку и высыпаешь содержимое. Мне это на самом деле показалось удобным. В плане качества сборки и работы разъемов ноль претензий. Все защелки четкие, фиксация уверенная, ничего не люфтит и не болтается. За сборку точно плюс. Удерживать на весу пылесос комфортнее двумя руками, но во время уборки вторая рука вам не понадобится. Джимми легко скользит по полу, усилий прикладывать не надо. В задней части находится разъем для зарядки. И тут скажу, что специального крепления под штекер нет, вставлять его придется самостоятельно. И это не так удобно, как интегрированный в настенный держатель штекер. Плюс он несимметричный, придется каждый раз смотреть, какой стороной вставлять. Клавиша пуска сверху корпуса. Держать ее не надо, нажали и можете убираться. Под ней кнопка изменения мощности всасывания. Всего три ступени. Естественно, чем выше мощность, тем меньше время работы от одного заряда. В плане шума пылесос особо не выделяется. Я намерил 75 дБ на первом уровне, 80 на втором и около 85 дБ на максимальном уровне мощности. Это вполне нормальный результат. Что касается других характеристик, то номинальная мощность пылесоса 500 ватт. Мощность всасывания 145 аэроватт в максимальном режиме работы. Основная насадка имеет две щетки. Мягкую ворсовую для твердых покрытий и щетку с пластиковыми ламелями и щетиной для ковров. Обе с технологией против наматывания волос и шерсти животных. Я провел тест на разных покрытиях. Сначала рассыпал разного рода крупы на ламинате и убрал их мягкой щеткой. Результат хороший. Частицы почти не разлетаются. После себя крупинок JV65 не оставил. Убрал все чисто. Претензий нет. Но больше меня интересовал результат на ковре. У меня на обзоре были пылесосы, которые справлялись с таким тестом весьма средненько. Но неплохая мощность явно пошла на пользу JV65. Он легко собрал все крупицы с ковра с тонким ворсом. Причем менять насадку даже не пришлось. Мягкая справилась без особых усилий. Я бы даже сказал, что на коротком ворсе она мне понравилась больше. Потому что от другой щетки мелкие крупицы разлетались сильнее. Ковра с длинным ворсом у меня нет. Предположу, что как раз для него такая насадка подойдет лучше. Плюс во время уборки, когда вы двигаете щетку назад, за ней не остается шлейфа из остатков неубранного мусора. Так что с уборкой JV65 справляется. Претензий не имею. Кстати, еще момент. У некоторых пылесосов бывает, что если потрясти или просто поднимать его во время уборки, обратно могут высыпаться частицы мусора. Та же крупа. У JV65 такой проблемы нет. Сколько ни тряс, мусор остается в контейнере. Что безусловно радует. В общем, конструкция вполне продуманная. А вот крепеж на стену простенький. Клеится на двусторонний скотч. И в целом не предполагает подвешивания пылесоса. Нижней точкой он должен упираться в пол. Я бы предпочел крепления на винтах. Да и под насадки разъемов нет. Хранить их придется отдельно. Кстати, о насадках. Я особо не привык постоянно менять их при уборке. Но наличие гибкого шланга, колена и нескольких щелевых щеток явно помогают уборке в труднодоступных местах. К примеру, с помощью шланга довольно удобно пылесосить щели между подушками дивана. А если поставить колено, то можно убраться под диваном. Благо щетка туда пролазит. Вроде бы мелочь, но могу сказать, что это на самом деле удобно. Насадки тут не для галочки. Вполне рабочий вариант. Помимо этого, в наличии есть маленькая турбощетка для уборки мебели от шерсти домашних животных. Плюс она заявлена как насадка от клещей. В нее, как и в большую щетку, встроен отдельный моторчик. Так что мощность всасывания тут адекватная. А еще в таком виде JV65 можно использовать для уборки в машине. Ручной пылесос в этом плане весьма универсален. Насадку для влажной уборки. Мне раньше у ручных пылесосов использовать не приходилось. А идея в целом неплохая. Наливаете воду, крепите тряпку на липучки, стыкуете насадку к щетке и одновременно пылесосите и протираете пол. Понятно, что никаких электронных механизмов подачи воды тут нет. Просто капельная система. При нажатии щеткой на пол вода выливается из специальных отверстий. Полноценное мытье полов, конечно, не заменит. Но совместить повседневную сухую и влажную уборку вполне. Далее, JV65 имеет батарею на 2500 мАч. Время зарядки от 0 до 100 – около 5 часов. Во время уборки с помощью индикатора можно контролировать заряд. Если диод начнет мигать красным, значит пора ставить JV65 на зарядку. Касаемо времени работы, я провел замеры. На максимальной мощности с большой турбонасадкой пылесоса хватило на 11 минут. Это немало, но корпус при этом нагрелся весьма значительно. Если контейнер будет набит мусором, JV65 нагреется еще сильнее. Так что постоянно в таком режиме я бы его не использовал. Или по крайней мере следил за количеством мусора в контейнере. При этом даже на минимальной мощности пылесоса достаточно для уборки твердых напольных покрытий. Вкупе с турбощеткой и с ламината он легко собирает весь мусор. А в таком режиме он у меня проработал 45 минут от одного заряда. Более чем достойный результат. Да и корпус вообще не нагрелся. Буквально чуть теплый. Если же не использовать турбощетку, заявлено вообще 70 минут работы. Но в таком режиме мощности у пылесоса сильно поубавится. Имейте в виду. Цены. За богатую комплектацию приходится платить. Официальная стоимость пылесоса 31 тысяча рублей. Но сейчас на него дают очень неплохую скидку. JV65 можно взять за 22 тысячи рублей. Ссылки оставлю в описании. Там вы всегда сможете узнать текущую актуальную стоимость модели. Стоит ли он этих денег, решать только вам. Из минусов отмечу простенький крепеж на стену, а также нагрев на максимальном уровне мощности. Из плюсов богатый комплект поставки, приятный внешний вид, хорошую сборку и немалую для такого рода пылесосов автономность. Теперь жду ваши мысли в комментариях. Как вам, Jimmy JV65? Пишите. Впереди вас ждет сразу несколько интересных обзоров. Так что подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до скорого.